В третье воскресенье июня в России отметят День медицинского работника. В канун профессионального праздника областная федерация профсоюза врачей поздравила лучших в своей работе. Два ковидных года не прошли бесследно для врачей, продолжающих работать на передовой со страшной болезнью. Впервые в этом году в обкоме организовали книгу памяти погибшим от коронавирусной инфекции. Сегодня их почтили минутой молчания. К Дню медицинского работника профсоюз особо отметил главных врачей ковидных госпиталей. Это была медаль, которую разработали мы. Мы ее утвердили на президиуме. Мы ее разработали, мы ее заказали. Это медаль нашим коллегам, которые участвовали в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня было вручено ряду главных врачей ковидных госпиталей, которые работали все эти два года. Всем самым достойным в этих лечебных учреждениях мы вручили в течение года. Учиться профессии врача долго и порой нелегко. Но результаты этой работы превосходят все ожидания, говорят сами медики. Прежде всего, это улыбки и благодарность спасенных людей и их близких. К счастью, случайных людей в нашей профессии практически не бывает. Они просто, осознав, что это не их, уходят и забирают себе другой жизненный путь. Врачи – это некая общность единомышленников, которые объединяются с единственной целью – помогать людям. Безусловно, ни один прибор не заменит врачебное чутье, потому что перед тем, как этот прибор применить, надо еще понять, что надо применить именно тот прибор, а не этот. И, конечно, никуда и никогда не уйдет из медицины это милосердие, сострадание, внимание, тщательность ухода, доброе отношение к пациентам. Потому что без этого медицина немыслимая. Я хочу в канун Дня медицинского работника пожелать моим коллегам прежде всего здоровья. Конечно, потому что здоровье – это главное в жизни. Оно дается при рождении, сохраняется в течение жизни и приумножается в течение жизни. Но это самое главное, потому что все остальное – это является приложением к здоровью. Это благополучие, это успехи в работе, это счастье, это любовь в конце концов. Все это приложение. Не будет первого, не будут работать эти приложения. И еще я хочу пожелать своим коллегам большой любви, любви к своей профессии, любви к своей родине, любви к своим родным и близким. И чтобы у них всегда получалось то, что они себе наметили. В стенах Федерации и профсоюзных организаций впервые открыли доску почета. Она будет обновляться ежегодно в преддверии Дня медицинского работника.